МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СВСИ. Общественно-политическая передача Актуальна. Сегодня я и ведущийся анализов. В гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет директор информационного агентства Репорт Флад Гусейн Алиев. Флад, вечер, добрый. Добрый вечер. Кроме того, по зуму из России с нами будет говорить политолог Руслан Сафаров. Руслан, вечер, добрый. Как слышите? Здравствуйте, добрый вечер. Прекрасно слышу вас. Великолепно. Уважаемые гости, мы будем с вами по мере возможности говорить по нескольким направлениям. Во-первых, чтобы зритель тоже понимал, сегодня завершились встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Германии, в Берлине. Два дня подряд это было. Там, по ходу, даже была трехсторонняя встреча с участием главы МИД Германии. Была встреча, так сказать, непосредственно главы МИД Азербайджана с главой МИД Германии уже наедине. Но есть ощущение, что официальный Берлин что-то пытается сделать, внести какой-то свой вклад в то, что мы называем процесс по достижению некого мирного документа между двумя странами. И тут надо сказать, что мы понимаем, что Германия не последняя страна Европейского Союза. И вот в самом Европейском Союзе не все так однозначно. Отдельные его институты, они не просто не хотят вносить свою лепту в этот процесс, они наоборот, по мере возможности пытаются разрушить все это. Это институт, конечно же, Европейский парламент, где мы знаем, что очень даже не такое существенное влияние той же Франции. Дело в том, что Европейский парламент принял отчет об общей внешней политике и политике безопасности, и общей политике в области безопасности и обороны Европейского Союза. И тут это процесс принятия документов, это и дебаты, там разговоры, хотя трудно это все назвать дебатами, они скорее выступают, да, и просто говорят одно свое, как они считают, правильное мнение. Дело в том, что в этих отчетах вроде как Евросоюз, но коснулись и нас. И с учетом заведения самого Европейского парламента коснулись крайне несправедливо. Я бы хотел для начала провести цитату из заявления МИД Азербайджана, как мы реагируем на это все. МИД Азербайджан говорит, мы решительно осуждаем и отвергаем ежегодный доклад Европарламента о реализации общей внешней политики и политики безопасности, в котором содержится положение, направленное против Азербайджана. Эти положения являются составной частью клеветнической кампании против Азербайджана, в которой все факты искажены и совершенно необоснованы. Они вызывают серьезные вопросы относительно будущей общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. Фуат, давайте начнем с вас. В какой степени мы можем подобные отношения Европейского парламента, его документы, отчеты воспринимать в целом как отношения Европейского Союза? Дело в том, что несмотря на то, что делает Европарламент, это важная, конечно, одна из структур Европейского Союза, но в большинстве своем со странами Европейского Союза официально упакуют, что называется, самые ровные отношения. Бывают, конечно, сложности, но в большей части это ровные отношения. Вот как вы оцениваете? Ну, тут необходимо отметить, что Европарламент это все-таки достаточно разношерстная структура по своему формированию. Там ведь представлены и отдельные политические силы, политические партии, которые зачастую даже не являются, скажем, правящей партией в своих странах. И этот момент тоже необходимо учитывать. И, естественно, мы периодически, кстати, это не первый раз, когда в Европарламенте поднимается вопрос, это у нас уже даже вошло в какую-то традицию. По истечению определенного периода Европарламент собирается. Нужно, не нужно, где-то критикуют Азербайджан. В последнее время это вообще основано на каких-то измышлениях, скажем, даже близко не подходящих к фактам, да, к реальным фактам, происходящим в стране. Но это уже превратилось в их традицию. Но, несмотря на это, как вы совершенно верно подчеркнули, это не отражается на отношениях Азербайджана с Европейским Союзом и тем более не отражается на отношениях с отдельными странами Евросоюза, с которыми у нас достаточно ровные отношения. Тут, наверное, один из интересных моментов, то, что почему-то это происходит тогда, когда начинают интенсифицироваться, скажем так, переговоры между Азербайджаном и Арменией. Совпадение ли это? Или, мне кажется, что все-таки и в этом стоит искать преднамеренность? Когда вроде бы после достаточно долгого периода отсутствия каких-либо прямых контактов между главами МИД, между главами государств, наконец они садятся за стол переговоров, причем садятся в самом же Евросоюзе, скажем, в одной из страны Евросоюза, правильно? И в этот период именно Европарламент начинает принимать такого рода оголтелые заявления, причем, как вы совершенно верно отмечаете, которые, в принципе, даже обсуждений не касаются никак Азербайджана. Они принимают документ регулирующих внутреннюю деятельность. Правда, направлено на внешнюю политику, да. Но все равно это, скажем так, это не касается ситуации на Южном Кавказе, это не касается ситуации в каких-то других регионах. То есть обсуждения ведутся вокруг того, что должно происходить в Европе, и при этом начинают ругать Азербайджан. То есть, наверное, в этом тоже стоит искать какой-то скрытый подтекст и рассчитывать на то, что подобного рода действия вызывают совершенно справедливую позицию Азербайджана по неприятию подобных шагов. Ну да. Да. И в дальнейшем, возможно, где-то есть расчет на то, что азербайджанская сторона в итоге и откажется продолжать, скажем, какие-либо переговоры на территории стран Европейского Союза. Ну, при том, что мир, наконец-таки, все-таки должен быть достижим. Мы с каждым годом, мы каждый год в переговорном процессе говорится, что по истечению этого срока уже должен быть достигнут мир. По истечению 2023-го это говорилось, не получилось. Сейчас это перешло на 2024-й. Вот только вроде бы сели за стол переговоров, только сели что-то нормально обговаривать. Вроде бы, правда, нет никакой информации об итогах переговоров, но, учитывая, что они продлились два дня. Есть решение, давайте продолжать. Да, да. Я так очень лаконично скажу. Да, да, да. И при том, что, еще раз, они продлились два дня, то есть по итогам первого дня переговоров стороны, видимо, пришли к каким-то консенсусным моментам, к какому-то консенсусу, и они уже обсуждали некоторые другие детали, которые пока скрыты для общественности, скажем так. Некоторые другие детали уже и во второй день. Значит, есть какая-то позитивная динаминка. И вот в этот период, точнее, это было чуть раньше, чуть раньше, да, Европарламент обсуждал эти... Ну, тонально же можно было у этих заявлений. Естественно, я об этом говорю, что договоренность о проведении переговоров в Берлине была же достигнута до заседания. Да, они знали. Да, они прекрасно знали, что в эти два дня, 28-29 числа, будут обсуждаться, встретятся два министра иностранных дел, и будут обсуждать мирный договор. И в преддверии, буквально за день до этого, решили, скажем так, вставить некоторые палки в колеса. То есть я воспринимаю, наверное, вот это так. Так, ваша мысль понятна. Руслан, я хотел бы и ваше мнение узнать. Опять же, вот это с нами вот таким образом общается Евросоюз, или же все-таки это вот ФУАТ нескольких моментов коснулся, да, даже люди из неправящей партии в своей стране, но могут попасть в Европейский парламент и представлять свою страну таким образом. Да, это все-таки Евросоюз, или же все-таки не Евросоюз в данном случае. И по поводу синхронности на то, что обратил внимание ФУАТ, да, вот опять же, я считаю, что скорректировать какие-то заявления все-таки они могли бы с учетом чувствительности момента, что в Берлине сейчас проходит такая встреча. Вы как считаете, они вот таким образом пытаются на нас надавить, что ли? Ну, я думаю, что, конечно, в этом есть определенный элемент давления. Дело все в том, что, вы знаете, мы на самом деле с вами рассматриваем ситуацию, которая, с одной стороны, это было бы смешно, если бы не было так грустно, да, фактически проигравшая сторона, она должна первая стремиться к тому, чтобы подписать некий мирный договор и спокойно выйти из ситуации поражения. В данном случае мы наблюдаем ситуацию, когда проигравшая сторона, в данном случае Армения пытается всячески на любыми путями подстроиться под вектор политики той или иной великой державы и таким образом решить свои какие-то задачки в переговорном процессе. Совершенно понятно, что Армении очень тяжело признать вот этот статус-клуп и очень тяжело признать свое поражение, в том числе признать его на бумаге, потому что мирный договор – это уже все, это на бумаге, это официально все зафиксировано. Поэтому здесь выбирается вот такой маршрут, который позволяет очень такими окольными путями как-то заходить на переговоры и приглашать более сильную сторону для переговоров с Азербайджаном, потому что один на один у Армении шансов очень мало. В данном случае мы поэтому наблюдаем вот эту ситуацию, когда у нас происходит с вами один шаг вперед, два шага назад. Эта ситуация повторяется уже не первый раз. Если говорить о стратегии европейцев и почему, собственно говоря, Европа в данном случае выбирает такую линию, я совершенно с вами согласен по поводу того, что действительно Евросоюз – это не монолитная организация. В той же Европе есть такие страны, как, например, Венгрия или Италия, у которых очень хорошие отношения с Азербайджаном. Та же Италия – это один из главных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, она очень сильно зависит от природного газа, поступающего с Каспи. Понятное дело, что у Италии явно может быть свой взгляд на эти вопросы, но в целом задачи европейской политики на Южном Кавказе, они в данном случае пересекаются с их стратегией глобальной. По крайней мере, то, что касается региона Ближнего Востока и касается региона Восточной Европы. Вот это проникновение в регион, где солирующую роль играет, прежде всего, Франция, это всё делается неспроста. С одной стороны, сейчас вот через это давление на Азербайджан попытаться продавить, скажем так, свои интересы и заполучить Армению. Мы знаем, какие сейчас сложные процессы идут между Арменией и Россией на этом треке. Заполучить Армению. Либо, если получится, так сказать, это минимальный приз. Либо, если это всё получится, получить главный приз. А главный приз заключается в том, чтобы всё-таки в итоге добиться не мира в регионе, а наоборот, военных действий. Почему? Потому что военные действия в этом регионе могут вызвать включение региональных сил, региональных держав в это действие. Понимаете, здесь при определённых раскладах мы можем получить ситуацию русско-турецкой войны, мы можем при других раскладах получить перспективу турецко-иранской войны. А вот это уже значительно интереснее. Здесь уже возникают очень такие серьёзные возможности, что Турция, которая ведёт достаточно такую суверенную внешнюю политику, которая не прогибается под какие-то европейские задачи, Турция, которая очень активно участвует в региональном, что называется таком, используя слово, концерте, в который вовлечены та же Россия, Иран, Азербайджан, в данном случае она получит себе в качестве врага, либо Иран, либо Россию. С Россией отношения у Евросоюза, мягко говоря, отвратительные. С Ираном тоже всё в подвисшем состоянии. И если здесь удастся разыграть большой приз, это будет очень интересная ситуация, когда твои соперники находятся в состоянии войны друг с другом. Так что я думаю, что здесь долгоиграющие цели на такие. Понятно. Тогда очевидно, что нам надо быть гораздо более мудрее, скажем так, чем наши противники. Уважаемые гости, есть ещё один такой момент. Дело в том, что в этом году, 6-9 июня, ожидается выбора в Европейский парламент. И мы знаем, какое влияние, вы тоже это сказали, там имеет Франция, потому что франкоговорящая Европа, она имеет определённый масштаб. И есть страны, которые, в принципе, в рамках Европейского Союза, больше идут в фарватере того, что говорит официальный Париж и так далее. И вот тут, дело в том, что ожидается обновление Европейского парламента. Я так покопался и посмотрел сообщения Европейского Союза годичной давности, где они сообщают, дескать, однозначена дата парламентских выборов. И у меня обратило внимание там на одну фразу, что говорит Европейский Союз. Он говорит, мир претерпевает изменения, и мы должны меняться вместе с ним. Евросоюз нуждается в реформах. Это вот предложение, которое содержится в сообщении о том, что смотрите, 6-9-го через год у нас будут парламентские выборы. Я вот что хотел бы узнать. В какой степени сегодняшний, ну не побоюсь этой фразы, крестовый поход Европарламента, он всё-таки связан с желанием определённых европарламентариев всё-таки как-то переизбраться, опираясь на проармянские, армянские круги в Европе. И вот это всё продиктовано в том числе этим, потому что, ну у них тоже, видимо, ощущение, что Европарламент сильно будет обладать, и они могут не быть уже в следующем Европарламенте там, а им хочется, ну это их понять можно. Да, и вот этот они устраивают такой, ну опять же говорю, крестовый поход против Азербайджана. Ну это совершенно укладывается в логику действий отдельных европарламентариев. Опять-таки мы знаем достаточно сильное влияние армянского лобби в той же самой Франции, как вы верно отмечаете. В Фарватере Франции идут несколько менее крупных государств. Ну например Бельгия, например. Да, Бельгия, Нидерланды могут быть, и несколько других стран, Люксембург и так далее, которые конкретно идут уже по пути определенному, скажем, французской политикой. И учитывая влияние армянского лобби в самой Франции, учитывая наличие избирателей армянской национальности в том числе, или около армянской национальности, скажем, которые уже в определенной степени ассимилировались, и естественно расширили свои круги влияния и на другие слои населения, это вполне имеет место быть, что для отдельных европарламентариев эта поддержка имеет очень большое значение с точки зрения переизбрания. С другой стороны, давайте будем еще и говорить о том, что в целом вот этот крестовый поход против Азербайджана может быть воспринят в более широком контексте с точки зрения крестового похода против нехристианских стран, скажем. С учетом миграционного кризиса, существующего в Европе, мы знаем, насколько там за последние годы увеличилось количество беженцев из Сирии, Ирака и ряда других стран, которые, кстати, были подвергнуты и в том числе военным действиям, отнюдь не без влияния той же самой Европы. Ну они разрушили их страну, потом они уже вынуждены были бежать. А сейчас это их очень гнетет. Очень гнетет и с точки зрения социальной политики, и с точки зрения защиты интересов своих же граждан. Мы же видим, какого рода сейчас потрясение происходит тоже Франции. Бунт фермеров, скажем так, да? То есть их недовольствие существующей политикой и так далее. И с этой точки зрения, когда они направляют, то есть отводя вопрос от себя, они направляют его на другую страну, которая не является определенно христианской. Да, мы светское государство, но с преимущественно исламским населением, мусульманским населением. И это, в принципе, известный факт. Это продается в Европе, судя по всему. И это спокойно продвигается в европейских кругах, говоря о том, что вот мы как раз-таки блюдем национальные интересы. Я бы сказал, даже не национальные, а националистические интересы. И вот на этой почве, а мы знаем, что сейчас на самом деле в Европе националистические партии и движения достаточно с каждым годом усиливаются. Крайне правые на коне. Да, 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 они на коне. И этому, всему этому, конечно, влияет и тот же самый миграционный кризис. И вот плюс к тому, что заполучить голоса армянского лобби и кругов сформированных вокруг армянского лобби, еще и получается, что на этой же волне можно переизбраться, привлекая к себе голоса и внимание определенной части населения, поддерживающихся правых и крайне правых взглядов. Понятно. Руслан, вы слышали вот мнение Фуада. Я, если вам позволю, это буквально одним предложением. Получается так, что через некое псевдосочувствие маленькой, так называемой угнетенной, но христианской Армении, определенные вот эти политические круги в самом Европарламенте, они вот двигаются в рамках своей избирательной кампании, если она у них там в полной мере существует, непосредственно к новым парламентским выборам, которые уже в июне, буквально через несколько месяцев состоятся. Вот какую роль этот электоральный процесс и предстоящий выбор играет, вот опять же подчеркиваю, к этому крестовому походу против нашей страны? Ну, здесь соглашусь, по крайней мере, уважаемого коллеги, по поводу того, что действительно сейчас идет очень серьезное поправение Европы, и определенная игра, скажем так, в этом направлении, она позволяет тем же действующим партиям немножко улучшить свою позицию. Это раз. Второй момент, также соглашусь по поводу, соответственно, более мелкого вопроса, связанного с отдельными департаментами Франции и прочим, по армянской войне. Но здесь присутствует еще один вопрос. Дело все в том, что за последние несколько лет в Европе очень серьезно обострилась экономическая ситуация. Отчасти текущий курс, экономический курс Евросоюза, он претерпевает очень серьезные удары, очень серьезные провалы. И, конечно, в этой ситуации одной из функций всегда в политике было перевести стрелки непосредственно уже на экономических внутренних проблем, на внешнюю политику, в том числе на какие-то варианты агрессии. И здесь, опять-таки, вариант, скажем так, какой-нибудь маленькой победоносной войны, он тоже играет определенную такую роль, он немножко позволяет приподнять, скажем так, акции действующих политических сил. Поэтому этот фактор здесь тоже исключать нельзя. То, что касается вот этой волны, связанной с тем, что было заявление касательно того, что Армения, ее принятие христианства и так далее, и так далее, разжигание вот этой всей исламофобии и какая-то деланная поддержка христианства в данном случае, я поясню, почему я говорю слово «деланное». Потому что, простите меня, в Конституции Евросоюза вы не найдете ни одного слова про христианство и христианские ценности. В данном случае это, получается, двойные стандарты. Тогда уже официально объявите, что да, Евросоюз является объединением христианских стран, и вот мы, собственно, объявляем, что мы будем защищать христиан по всему миру. Это первое. Второе, касательно того, что происходило с действительно древними христианами, я могу сказать, что во времена, когда тот же самый ИГИЛ хозяйничал в Сирии, огромное количество христиан, сирийских христиан, были просто вырезан. Да, и почему-то Евросоюзу до этого не было никакого дела, а христианство там намного более старинное, чем в той же Армении. Давайте вспомним с вами ту же самую Эдессу, которая еще в первом веке нашей эры уже, так сказать, принимала христианство. Поэтому все вот эти разговоры, это не более чем попытка прикрыть, припудрить, так сказать, свою собственную экономическую, экономические проблемы, выдать себя, я сейчас говорю, у действующих, находящихся у власти в партиях, выдать себя за таких поборников христианства, людей, которым не чужда ультраправая повестка, чтобы отнять очки у тех же самых Марин Лепен, у той же самой альтернативы для Германии и так далее, там люди северо-итальянской, например, и прочее, и продать это все своему избирателю и попытаться переизбраться на новый срок и снова просиживать штаны, так сказать, вот в этих светлых, красивых кабинетах, получая хорошие зарплаты. Я думаю, что вот каким-то таким образом можно охарактеризовать те действия, которые на сегодняшний день предпринимаются, в том числе, в адрес Азербайджана. Уважаемые гости, удивительнейшим образом в Европейский парламент, я сейчас объясню, почему это несколько удивляет, он делает отсылку к заявлению от 10 ноября 2020 года, утверждает, что Баку там какие-то его пункты там что-то там не выполнил по заявлению, но у него там были обязательства. Но тут такое дело, дело в том, что российская сторона, которая является одним из подписантов этого заявления 10 ноября, там никакого Евросоюза в этом заявлении, их участия вообще нету, от слова совсем, да? Но там есть Российская Федерация, и мы не слышим такого упрека с российской стороны, который является одним из, опять же, трех подписантов. То, что Армения там постоянно, там вот это нытье, это мы отбрасываем, а как же по-другому, да? Уже на следующий день он начал вот это все. Но там, например, есть Азербайджан, есть Россия, мы не слышим от России ничего такого, а вот Европейский Союз это говорит. Что еще обращать на себя внимание? Более того, российская сторона указывает на то, что Армения не выполняет девятый пункт этого заявления об открытии коммуникации. То есть они, например, указывают Армению, что давайте двигайтесь, вот этот девятый пункт, под которым вы подписались, но Армения, я так понимаю, вообще не хотят возвращаться к этой теме. Я вот хотел бы узнать, может быть, немножко наивно звучит, в какой мере ФУАТ Европейский парламент имеет, ну, хотя бы какие-то моральные права, как-то вот говорить об этом, делать отсылку туда. Потому что тут есть еще один такой момент. Там подпись стоит президента Российской Федерации Владимира Путина, и насколько я понимаю, в самом Европарламенте то, что делает Путин, то, что подписывает Путин, то, что говорит Путин, да, там в Европарламенте, мягко говоря, не одобряет. Сейчас они делают отсылку к документу, где есть его подпись. Ну, как-то не стыкуется у меня в голове все это. Это не то, что не стыкуется, я бы сказал, что это достаточно абсурдно, совершенно верно вы отметили. Если касаться любых каких-то действий Российской Федерации в других частях света, скажем, то есть все это воспринимается абсолютно негативно со стороны Европарламента, Евросоюза, отдельных европейских стран, то есть там даже Франция, Германия или какие-либо другие, Бельгия, Голландия. А в том, что в данном случае касается Азербайджана, почему-то идет отсылка к трехстороннему соглашению. И трехстороннее соглашение фактически сейчас, оно уже, наверное, должно превратиться в какое-то... Кстати, Российская Федерация тоже уже говорила, с точки зрения размещения миротворческого контингента, оно должно превратиться фактически уже в двухстороннее. То есть никаких обсуждений фактически с Арменией. Единственный пункт, который остается, где три страны соприкасаются, это девятый пункт по открытию коммуникации. Потому что есть роль ФСБ России на этой дороге. Да, да, да. Все остальные вопросы фактически уже касаются исключительно Азербайджана и в части размещения миротворческого контингента и России. Там Армения нет. То есть Европарламент слегка лицемерит? Не слегка, а вполне так конкретно, скажем так, лицемерит. И когда совершенно верно вы отмечаете, что Владимир Путин фактически является нерукопожатным ни для одного главы государства. В Европарламенте как минимум, да. В Европе и в Европарламенте. А сейчас подписанное им заявление делается, возводится чуть ли не в статус какого-то... Да, они из него флаг делали. Да, 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 да. Чуть ли не в межгосударственное соглашение, чуть ли не в выполнении пунктов, в котором абсолютно обязательно. Хотя, например, вы отметили девятый пункт, но мы знаем, что до антитеррористических мероприятий в сентябре, точнее после них, Российская Федерация напрямую указывала, что Армения выполняла не только девятый пункт, но и пункты об полном разоружении и расформировании, бандформировании существовавших в Кармадском регионе. Армения не выводила свои войска, соответственно. Да, да, это на официальном уровне, даже после проведения антитеррористических мероприятий, официально заявляла та же Российская Федерация. То есть это как бы и было обоснованием для проведения этих мероприятий. Если вы сами не выводите, окей, мы будем это сами делать. Руслан, хотелось бы узнать и ваше мнение, потому что, опять же говорю, мнение Баку и Еревана по поводу этого заявления, скажем так, тем, как оно выполнялось или не выполнялось, вообще непонятно, в прошедшем времени о нем говорят, в действующем, очень сложно. Но в Ереване и в Баку, по большому счету, ходом событий там были недавно. Это-то понятно, но вот есть Российская сторона, которая вроде как в адрес нас упреков не высказывает, а есть Европарламент, который их ссылается. Ну, что им мешает хотя бы сказать, что, ну, и не Армения не выполняла, и Азербайджан его. Они решили вот просто закрывать глаза на то, что Армения там ничего, абсолютно неуважительно относилась к этому заявлению. Вот ваше мнение. Ну, я думаю, что здесь, естественно, никому не интересно абсолютно. Здесь важно сделать политическое заявление и правильным образом его продать и продвинуть. Обратите внимание, что в данном случае и руководство Армении, и Европарламент, они в данном случае поют хором. Да, было же заявление буквально сегодня, насколько я понимаю, спикера парламента Армении, господина Симуняна, в котором он конкретно говорит, что Баку и Москва совместно, значит, там, отторгли Карабах от Армении, я сейчас цитирую его, чтобы меня поняли правильно, да, вот, и так далее, и так далее. И в этой ситуации поступают заявления, что вот, да, там, что-то не исполняет Азербайджан, там, Россия опять плохая, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь это просто определенные компоненты той информационной накачки, той медийной накачки, которая сегодня происходит по всему миру. Но обратите внимание, что если вы посмотрите на, скажем так, выступления представителей армянских диаспор в разных концах света, примерно одна и та же идет, один и тот же идет нарратив уже несколько месяцев, что Азербайджан вот-вот нападет на Армению. Да, да, да. Азербайджан вот-вот нападет на Армению. В данном случае это часть медийной подготовки, которая ведется для того, чтобы завтра, что бы ни происходило на границе Армении и Азербайджана, но если будет принято решение о том, чтобы все-таки в этом регионе вспыхнула война, чтобы Азербайджан автоматически был виноватым. И все медиа того же Запада, они будут совершенно в одном направлении эту информацию освещать. Поэтому здесь ничего нового, честно говоря, мы не видим. Мы видим просто очередное проявление, ну, такой вот уже, что называется, очень грубой дипломатии, грубой политики, да, в отношении того же самого Азербайджана и так далее, когда можно использовать уже абсолютно любые инструменты. Я скажу больше, дело все в том, что обращать внимание на какие-то соглашения или на какие-то заявления европейских политиков в целом становится все более сложным. Я напомню, что, да, отношение к России в Евросоюзе, мягко говоря, достаточно такое плохое и все прочее. Отношение действительно сейчас на нулевой точке, если не хуже. Но есть определенные соглашения, которые подписывались между странами. Например, соглашение о возможности допуска российских поездов, российских товаров сухопытным образом через коридор в Литве. Вот мы часто обсуждаем Зангизорский коридор, недавно президент Алиев, в числе, вот там помнил историю, связанную с Литовским коридором. Но так здесь нарушение всех соглашений этот коридор просто взяли и закрыли. Поэтому делать какие-то, обращать внимание на какие-то заявления этих людей можно только в одном ключе. Понимать, что ситуация может быть очень опасной, очень взрывоопасной в регионе. И Азербайджану в этой ситуации надо быть готовым к любому развитию событий. Здесь основной вопрос заключается в том, насколько Европа сумеет разыграть те или иные факторы в самом регионе. Насколько она сумеет разбить позицию, которая сформировалась в последний год между тремя главными региональными игроками. Я говорю о Турции, я говорю о России, я говорю об Иране. Каждая из них по итогу нового статус-кво получила свои преференции, свои бенефиты. И в принципе во многом их этот статус-кво устраивает. Задача, еще раз говорю, состоит в том, чтобы это статус-кво разбить и по возможности привести к конфликту. Потому что если завтра, условно говоря, мы с вами получим, не приведи бог, я не хотел бы, чтобы было такое развитие событий. Я хотел бы, чтобы был мирный договор и прочее. Но тем не менее, давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Если завтра мы увидим серьезную провокацию на армяно-азербайджанской границе, если мы увидим серьезное ответное действие со стороны Азербайджана, например, в зоне Зангизурского региона, для Ирана это будет означать необходимость вмешательства в военные действия. Это, в свою очередь, вызовет в действие Шушинскую декларацию. И тут мы видим уже ситуацию, выходящую совсем из-под контроля. Поэтому это очень опасная игра, которую на сегодняшний день запустил Евросоюз. И как вы показали в своем вопросе, вход идут любые аргументы для того, чтобы сейчас оформить, скажем так, медийное и псевдодипломатическое прикрытие этих действий. Понятно. Вот есть еще один момент, ФАД. Обращайте на себя внимание, что европарламентарии, они раз за разом, это не первый раз, они говорят о важности мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, достижении какого-то мирного документа и так далее. Сейчас они говорят, что процесс несколько приобрел хрупкий характер, поэтому они рекомендуют Европейскому Союзу поощрять обе страны к достижению мира. Но обращайте внимание на себя другое. Говоря об Азербайджане, они словно говорят о том, что Европейский Союз должен наготове вот так держать пакет санкций против Азербайджана. В случае с Арменией они вообще ничего не говорят, а вот в случае с Азербайджаном говорят, ну вот пакет санкций какой-то вот держите под рукой, вдруг там что-то не так пойдет. При этом получается, что на ваш взгляд, что в Европейском парламенте они даже близко не допускают мысль о том, что если две переговаривающие со стороны, как говорится, переговоры уже нельзя ввести в одиночестве, надо с кем-то вести. То есть они не допускают даже мысль о том, что причиной оснований без результативности переговоров может стать именно неконструктивная позиция Армении. То есть они даже близко не подпускают. Вот это продолжение тех самых 30 лет, когда они сейчас говорят о каких-то этнических чистках. Но у нас миллион беженцев, вынужденных переселенцев более. Я не помню никаких желаний Евросоюза вводить санкции. Я не помню, если вы помните. Да, совершенно верно. На протяжении 30 лет как раз таки не было ни одного обсуждения о возможности введения санкций против Армении. Постоянно то, что мы слышали из Европы на разных уровнях, это то, что процесс должен быть завершен мирным путем, в рамках минской группы, бывших, в рамках каких-то других форматов. Но обязательно мирным путем, никакого военного пути не должно быть. Армения периодически, не периодически, а постоянной, на постоянной основе, руководствуясь, скажем, такими благожелательными заявлениями, не делала ничего, чтобы исправить ситуацию на земле. Абсолютно. И планомерно, планомерно готовила территории к тому, что они в конце концов будут отторгнуты и по истечению определенного периода времени будут уже присоединены к самой Армении, скажем так. И сейчас мы видим все с точностью наоборот. Любое действие фактически Армении, вы совершенно верно отмечаете, любое действие Армении будет воспринято именно против Азербайджана. То есть, даже если упомянуть о перестрелке на границе буквально в середине 12 февраля, в ходе которой был ранен наш военнослужащий, то есть там тоже почему-то не было... Нет, они признали, что первыми стреляли армянская сторона, но потом говорят, что ну вот там вы жестко... Ну несоразмерный ответ и так далее. Попытка убийства была вообще-то там. Да, 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 то есть несоразмерный ответ. А почему не говорится о том, что виновата в этой ситуации, в этой напряженности границы? А где санкции? Да, а где какие-то санкции? Даже не санкции, а где хотя бы какие-то заявления, направленные конкретно против Армении, что управляете своими вооруженными силами. Хотя даже в отдельной ситуации, даже в той же ситуации, да, ведь первичные заявления даже армянской стороны говорили о том, что мы будем расследовать, кто дал приказ, если не было приказа, накажем людей и так далее, там подобное, да. А со стороны Европы мы слышим опять-таки о несоразмерном ответе Азербайджана на это нарушение перемирия, скажем так, да, мирной обстановки на границе. То есть в данном случае, да, любое движение от мира, скажем так, да, любые какие-то преграды на пути мирного соглашения, в них будет обязательно в глазах европарламентарий, в первую очередь, будет виноват однозначно Азербайджан. Как будто в переговорном процессе мы одни должны прийти к этому. То есть мы должны делать так, чтобы этот переговорный процесс и этот мирный договор должен устраивать Армению. Почему? Мы, в конце концов, победившая страна в войне, мы обеспечили полностью и территориальную целостность, и суверенитет над всей своей территорией. То есть этот мир нам нужен в значительно меньшей степени, нежели самой Армении. Ну, имеется в виду документ, в данном случае, да? Да, да, да. Так мы и так живем. Мы и так, и с точки зрения вооружения, мы продолжаем опережать значительно Армению. Какое бы вооружение им не передавала Франция или какие-либо другие страны, да, с этой точки зрения мир в значительной степени нужен самой Армении, а не нам. То есть там, если взять в соотношение в процентах, наверное, ну, 20-30 процентов максимум это нужно нам, но на 70-80 процентов это нужно самой Армении. Ведь это открывает, опять-таки, как бы они не хотели не открывать региональные какие-то транспортные коммуникации, это открывает путь им даже не с нами, но и с Турцией. К чему они, кстати, стремятся значительно больше. Я многократно говорил, если они хотят Европейский Союз, их путь лежит по большому счету не через Грузию, а через Турцию. Однозначно. То есть если они действительно хотят. Да, да, да. Кстати, по поводу членства Европейского Союза. Руслан, вы сказали о заявлении спикера парламента Армении, Алена Симоняна. Видимо, много сегодня заявлений сделала. Одно из них передо мной. Если позволите, я хотел бы его процитировать. Я просто изначально скажу, обращаю внимание на то, что это говорит спикер парламента страны, которая сейчас, в 2024 году, является страной-председателем ЕАЭС. Вот что он говорит. Он говорит, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и задуматься над перспективой того, чтобы стать кандидатом на вступление в Европейский Союз. Это говорит Ален Симонян. Далее. Журналисты ему задают вопрос. Армения готова? Он говорит, мы готовы. Однозначно готовы. Симонян при этом отметил, что с вопросом о вступлении в Евросоюз не стоит торопиться. Вот эта часть меня немножко смутила. То готовы, то не торопиться. Ну ты же определись, да? Я вот что хочу сказать. Это на моей памяти первый подобный, наиболее конкретный случай. Раньше вот эти игры слов были, да? Что типа, они отдавали ответственность за это Европейскому Союзу. Мы готовы ближе быть к Европейскому Союзу. Настолько, насколько готовы. Да, есть такая песня. Я сейчас ее цитаты не буду приводить. Вот похожая история там. Но я бы все-таки хотел бы узнать ваше мнение, Руслан. Ну вот как бы, как вы оцениваете первое подобное вот заявление, что вот да, хотим стать кандидатами. Не словоблудием он занимается, а сказал, что да, хотим быть кандидатами в ЕС. Вот каковы вообще перспективы? Это какой-то Рубикон? На самом деле это заявление, которое уже давно ожидалось. И я больше вам скажу, я жду, когда будет заявление по поводу того, что Армения стремится в НАТО. Я думаю, что всем уже совершенно понятно, что Армения определилась, в каком блоке она находится. Но в данном случае Армения прекрасно понимает, что до тех пор, пока она не, скажем так, не перебазируется в этот новый блок, ей нельзя выходить из старого. Потому что в данном случае она остается один на один со своими региональными проблемами и нерешенными вопросами. Как с Азербайджаном, так и с Турцией. Поэтому в данном случае заявления господина Симоньяна, они, я думаю, уже никого не удивляют. Вы правильно отметили, что да, с одной стороны поступают заявления, что мы готовы, потом мы, нет, мы еще не готовы. Не торопиться. Он, наверное, имеет в виду, что Европейский Союз не должен торопиться. Они готовы, но он рекомендует Европейскому Союзу не торопиться. Поэтому то же самое, да, мы выходим из ДКБ, нет, мы замораживаем ДКБ, мы убираем российскую базу, нет, мы не убираем. Знаете, все уже настолько подустали от вот этой вот, скажем так, армянской внезапности, я сейчас говорю об их политической элите. Главное здесь понимать, что они для себя определились, они понимают, с каким блоком они в данном случае работают. И я надеюсь, что азербайджанской дипломатии, азербайджанскому руководству это тоже совершенно понятно. Здесь очень многое будет зависеть сейчас от того, какую работу в этом направлении будет Азербайджан проводить. На мой взгляд, я рискну здесь предположить в первую очередь с Ираном, потому что может сложиться ситуация, когда именно от Ирана будет очень многое зависеть, случится ли здесь конфликтная ситуация. И те, скажем так, подвижки в азербайджан и иранских отношениях, которые я вижу, я могу их только приветствовать. Я очень надеюсь, что здесь две страны будут очень четко находить взаимопонимание. Я в первую очередь говорю про альтернативный Зангизурский коридор, недавнее открытие в Остарачае моста и так далее. Там много есть работы, которые можно было бы осуществлять обеим странам на пользу друг другу. И второй элемент, это, конечно, будет очень многое зависеть от взаимоотношений, которые будут на сегодняшний день складываться у Анкары, в первую очередь с Вашингтоном, а в вторую очередь с самим Парижем. Потому что от этого будет очень многое зависеть, насколько вот этот гипотетический театр военных действий будет разворачиваться. Я очень надеюсь, что дипломатам здесь и азербайджанским дипломатам, и турецким дипломатам удастся найти определенные решения и, скажем так, немножко подморозить вот эту попытку открытия этого второго фронта в Европе, о котором так грезили те же самые европейцы, грезила НАТО, но раньше это было касательно Грузии, с Грузией ситуация еще, так сказать, осенью будет тоже много-много вопросов на сегодняшний день стоять. Но в любом случае, то, что касается Армении, похоже, что ее уже определили в виде вот этого первого полена, который будет разжигать этот костер. Европейцам Армению, понятное дело, абсолютно не жаль, несмотря на все эти крокодили и слезы там про 301 год и принятие христианства и так далее. Их определили в качестве этого полена, европейцам не жалко, политической элите тоже наплевать на свою страну и на свой народ. Ну, что ж, они сделали вот такой выбор. И возвращаясь к вашему вопросу, если вы говорите, что Рубикон перейдет, я думаю, что к Рубикону уже подошли. К Рубикону уже подошли. А вот буквально минута, да, а это может быть таким плавным процессом? Им все-таки, да, в Ереване кажется, что вот выход из ЕАЭС, вход в Евросоюз, ты одномоментно не входишь, там все-таки есть процедура. Вот это как, насколько это плавно вообще, предполагает ли это плавность какую-то? Вы знаете, здесь не хочется об этом в очередной раз говорить, но давайте вспомним ситуацию, которая была на Украине в 2013 году, например, то же самое, да, разрыв между ЕАЭС и ЕАЭС. Чем все это закончилось, какой страшной трагедии, да. Это первый момент. Второй момент, понимаете, что если бы Армения имела, вот, кстати говоря, мирный договор с Азербайджаном, то я думаю, что этот процесс как раз-таки мог бы быть более чем плавным. А сейчас это будет натыкаться на реакцию, естественную реакцию, как со стороны России, так и со стороны самого ЕАЭС, потому что здесь фактически Армению надо, извините, перетягивать. Извините за такой глагол, но ее надо как-то перетягивать, ее надо перетаскивать и так далее, и так далее. Поэтому здесь опять-таки по-хорошему надо было бы подписать этот мирный договор, и тогда у того же Евросоюза возникали бы намного более серьезные и более интересные перспективы на будущее в этом регионе, понимаете, касательно того же самого взаимодействия с Азербайджаном и так далее, что принесло бы намного больше результатов и плоды. Понятно, да, вот Руслан в этом смысле совершенно прав, когда говорит о Европе, он пытается оттащить Армению просто вот таким образом, но буквально еще полторы минуты у нас остается. Фуат, на ваш взгляд, вот то, что совершенно прав в этом смысле, я сталкивался с этой мыслью о том, что вот то, что Руслан сказал, что если бы у них был бы какой-то мирный документ, вот это отчаливание, скажем так, отсюда, вот Дрейв, он был бы мягче, как-то плавнее. А вы как считаете, вот эти все их «мы готовы однозначно, но не торопитесь в Европейский Союз», все-таки он станет стимулом для Армении и будет более логичной в этом переговорном процессе? Ведь им на самом деле, если они хотят уйти туда, я не знаю, в НАТО, в ЕС, им нужен какой-то мир с соседями, да? С одной стороны, им нужен мир с соседями, но с другой стороны, будем отмечать, что именно фактически Евросоюз и отдельные страны подпитывают Армению не заключать фактически этот мир. Но это странно, это очень странно. Да, 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 странно, но они именно вот, как говорит Руслан, они именно пытаются здесь разжечь новый какой-то костер и опять-таки через уже полыхающее пламя полноценно войти в Армению и в регион. Они понимают, что на данном этапе в Армении как бы есть ли и политическая элита, находящаяся при власти, однозначно прозападная, но в Армении очень сильны рычаги России, как с военной точки зрения наличия военной базы, как с точки зрения экономических инфраструктурных объектов. То есть это все надо через суды, через что-то отбирать фактически у России, у российских компаний и так далее. А это проще будет сделать при том, когда регион будет полыхать. И они рассчитывают на то, что Россия совершенно при очень таком негативном сценарии, скажем, никто не хочет опять-таки войны. То есть они провоцируют Россию на жесткость? И с одной стороны на жесткость, и на то, что в случае каких-либо стычек Россия не будет в это вмешиваться, и Евросоюз будет играть на противоречии, еще большем противоречии, и указывать, что Россия опять предала Армению, несмотря на то, что она находится в ОДКБ, несмотря на то, что находится в ЕС и так далее. Она ее предала, она ее отдала на откуп, и вот поэтому вам с ними вообще никаких связей не должно быть. Понятно. Вот сказали бы, что Евросоюз хочет разжечь костер, но после костера остается пепелище, и это пепелище превратится именно в Армению. Понимают они это или нет? Другой вопрос. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Я, наверное, нашим зрителям в студии на наши вопросы отвечал директор эмоционального агентства «Репортфу Адгус» и «Налиф». Спасибо вам. А по зуму из России с нами общался политолог Руслан Сафаров. Руслан, вам тоже большое спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ведущий Санан Заев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»